Ежегодно город прирастает новыми квадратными метрами и многие новостройки строятся за счет дольщиков. То есть люди несут свои деньги строителям, а те возводят многоэтажки. Такая схема была выгодна для тех, кто решил сэкономить. Купить квартиру на этапе строительства обходилось людям дешевле на сотни тысяч рублей, чем покупать уже готовую. Вот только не всегда участие в строительстве оканчивалось новосельем жильцов. Так, например, в 2012 году дольщики устроили митинг. Спустя два года после начала строительства дома по дружбе народов люди не заселились. А на месте многих квартир и вовсе был котлован. Подобная история была и на улице Чехова. Директор строительной компании собрал деньги с дольщиков и исчез. Чуть позже его поймали полицейские и осудили на четыре с половиной года. А вот деньги никто не вернул, да и квартиры никто не построил. Изменения в законе о долевом строительстве как раз и разработаны, чтобы не было подобных случаев. Это важные ключевые моменты для дольщика. Он приходит и понимает, когда закончится дом, строительство его, когда его введут в эксплуатацию, он получит свое жилье. Ничего принципиального для дольщиков не меняется. То есть люди по-прежнему будут заключать договоры и перечислять деньги на специальный счет. И вот здесь есть один нюанс. Строители не смогут воспользоваться деньгами дольщиков. Застройщик банку должен предоставить сведения о том, что у него есть определенное количество своих собственных средств, на которые он начинает строительство. Только в этом случае он имеет возможность вообще строить и получить проектное финансирование. У строительной компании должно быть не меньше 15% от стоимости проекта. То есть строители должны купить земельный участок, разработать проектно-сметную документацию и уже приступить к строительству дома. И только после этого банк дает деньги на дальнейшее возведение жилья. Причем выглядит это как кредит под определенные проценты. Получается, что теперь и банк становится неотъемлемым участником строительства. В данном же случае будет буквально каждый рубль, привлекаемый в банк по новым правилам, он будет что-то стоить. Соответственно, мы полагаем, это будет ложиться на конечную стоимость продукта и, соответственно, на потребителя, то есть на дольщика. Сейчас в среднем один квадратный метр жилья в новостройке стоит 46-47 тысяч рублей. Это еще без учета нововведений. После вступления в силу изменений строители осторожно прогнозируют повышение примерно до 10%. Наверное, вырастет спрос к вторичке, а к первичному строительству, к новому строительству будет определенный спад. То есть это еще тоже, наверное, тот фактор будет, который негативно повлияет на темпы строительства. Негативно повлиять могут и другие новинки. Например, строить смогут только те компании, у которых за плечами не меньше 10 тысяч квадратных метров. Нововведений много и практически все они касаются строителей. Получается, обманутых дольщиков не будет, но за это придется заплатить. Артем Михалков, Василий Самоделкин. Новости. Седьмой телеканал.